Здесь есть информация о так называемых тарифах, есть страница с отзывами, она тоже поддельная, потому что с прошлого моего посещения эти отзывы так и не поменялись. Тариф «Стандарт» ВИП и «Премиум» – частное зало для просмотра кинофильмов узкой компанией. Такая новинка горожан привлекла. Огромные залы популярных сетей притомили, а тут несколько тысяч рублей, наслаждайся уединением, отдыхай. Все бы хорошо, вот только это развод на деньги, уверен житель Барнаула Илья. Его знакомая переписывалась с молодым человеком, тот и пригласил девушку в частный кинотеатр «Смарт-синема». Правда, за ее счет. Тут уже она почувствовала, что это какой-то развод, просила посмотреть у меня сайт этого кинотеатра. Я зашел, посмотрел, тоже удивился, что нет никакой информации. Номеров телефонов нету. Техподдержка мне сказала, ответила, что у нас принимаются платежи только на сайте. В связи с ковидными ограничениями мы не принимаем наличку и не принимаем карты в зале. На мой вопрос, хотелось бы посмотреть сам зал. В техподдержке ответили, что мы не можем показать вам зал, пока вы не оплатите. Илья копнул глубже, решил найти информацию о частном кинотеатре, но не нашел. Мы решили сами посетить ТРЦ, где якобы и находится кинотеатр. У нас все есть. У нас есть все. Либо охрана не в курсе, либо не поняла сути вопроса. А посетители ТРЦ точно знают, что никакого частного кинотеатра здесь нет. Не слышали, что в торговом центре есть частный кинотеатр? Нет, не слышали. В Краевом МВД пояснили, что заявлений по частному кинотеатру не поступало. Но правоохранители напоминают о том, что нужно быть бдительным, ведь рост преступности в киберпространстве набирает обороты. Статистические данные свидетельствуют о том, что россияне по итогам минувшего года стали жертвами преступлений на общую сумму ущерба более 6 миллиардов рублей. Нельзя исключать, что в таком случае преступники действуют дистанционно. И потенциальный мошенник, который дает объявление и получает деньги на счет, может находиться за пределами края и даже страны. Кстати, сайт частного кинотеатра «Смарт-синема» размещен на иностранных платформах. Это выяснил дотошный Илья Губанов в переписке с создателями сайта. Илья пригрозил полиции. Ему написали, что сменят домены, ноль проблем. К слову, сайт уже сегодня заблокировано. Это значит, что киномошенники продолжат промышлять на сайте с другим адресом. Тем более, что люди на это хорошо ведутся.